здравствуйте друзья вы наверняка не раз слышали что от любви до ненависти один шаг а может быть даже испытывали это дело на себе но надо сказать что никто друзья никто не знает настоящего смысла этой хохмочки так как знают его блогеры потому что у нас масса можно сказать поклонников фанатичных и некоторые из них потом начинают тебя не любить причем очень активно не любить потому что что-то им не понравилось я вот расскажу такой случай значит во время последней трансляции казалось бы адекватную прошлом женщина вопрос там вопрос был такой что некоторое противоречие наблюдается между тем что я говорил о том что дети их надо нагружать там физмат лицей какой-то школу там туда-сюда и понятно ребенок должен расти в такой обстановке где во первых дети развиты интересные люди и так далее и с другой стороны то чтобы род человек с другой стороны как противоречит она в чем что я отвечаю на гипотетический вопрос вот если вы жили в россии вот могли бы ли вы жить в россии там я конечно совершенно не могу там жить в том смысле что мне незачем но если а гипотетическое просто гипотетически но если гипотетически так я конечно могу что-нибудь представить но я могу пофантазировать то есть когда светлая верно сказал она очень смеялась но как фантазия нормальная бы вот я бы не жил в москве но я бы жил где-нибудь знаете в таком месте где все просто жизнь простая вот село какое-нибудь чтобы так не скучать там вот я в этом школе математику преподавал ну например я люблю математику и я люблю преподавать и я люблю с детками работать и плюс у нас тут вот мы делали такой skype урок человек из сельской школы откуда-то из я не помню конечно нам за глубинка была конкретная но короче я там провел ему не урок уроку там полчаса поговорил с его детками там на разные темы я был в совершенничьем восторге когда-то это было ну и в общем так я вот я вот в такой обстановке хотел жить света меня потом говорит миша году ты представь себе там же все пьяные с кем бы ты дружил значит там вообще вот так как и такой впечатление городского человека осили и может даже она права что я могу сказать но во всяком случае женщины год вот как же вот это вот ответьте гать разверните гать вопрос развернуто ответьте а для меня то это же фантазия что там разворачивать когда есть реальный мир и в реальном мире я живу в очень вот таком напряженном месте и времени и этот пульс бьет когда это я в москве жил тоже будь здоров и конечно и вот есть такая знаете мечта вот это жил бы я в деревне есть такая песенка и и я не слышал в исполнении алексея брунова такой питерский бар он не пишет песни он чужие исполняют вы все равно как бы известный человек такой кстати он у нас на канале тоже есть я его снимал однажды был домашний концерт вот брунов фамилию можете посмотреть сделать поиск если интересно короче вот я это когда-то еще студенческие годы слышал в исполнении алексея брунова такую песенку может быть я сейчас гляну я слова выписывал да специально для вас поэт мечтает о селе о йом родном о йом родимом о землице осточертело жить в столице и пить парное молоко а он полнёхонек бидонта а с горки видно далеко но прямо дальше горизонта хрумтеть шуршавым огурцом который только только с грядки да с деревенским огольцом играть в конюшни старые в прятки и на заваленке сидеть с таким седым замшелым дедом и на ядреных баб глядеть пользительно перед обедом эх хорошо же жить в селе так сладко спать на сеновале поэт мечтает о селе поэт сидит в национале и вот я такой поэт понимаете засидевшийся ну не в национале там еще где-то вот засиделся размечтался и вот значит собственно чё там развернуть было я даже не знаю но мы собственно и тут вселенную это что это город вот вы же видите этот город это нет село такое но здесь ритм жизни как в москве дайте как прям все это может быть и круче я даже не знаю тут долбает как-то поэтому да мечтается мечтается а вот у нас еще есть каспер зритель наш как напишет что это здорово пишет прямо пушкинская проза натуральная и вот он как начнет расписывать как он там на урале в селе такой сельской местности я прям хочу на урал сельскую местность но не знаю очень друзья хотеть можно но жизнь реально то есть возвращаясь к вопросу о детях но конечно детей надо нагружать но но тут есть вопросы какой ребенок примать есть дети которых нельзя сильно перегружать тоже просто задорвется здоровье на эту тему много написано на эту тему вам любой там специалист профессионал скажет другое дело что родители у них как на свое видение они уж его реализуют как могут но ну конечно надо аккуратненько все таки вот то что вы с ребенком делаете должно быть под ребенком вот но если ребенок выдерживает нагрузку я считаю что надо давать нагрузку до того максимума с которым ребенок справляется вот если есть угроза там заболеть сорваться там еще что-то не дай бог там уже специалисты пусть работают я не занимаюсь такими вещами не могу сказать вот ну а все остальное вот вот примерно так женщина стала ругаться какие-то гадости писать в общем отписалась от нас естественно и со словами что вопрос жизни и смерти пойти вот это ножа потом когда ругалась я чем мог то сказал так что у нас дождь который смывает все следы блогерских преступлений перед человечеством счастливо